Я верю и знаю, что каждый человек, который присутствует здесь и сейчас слушает меня, может стать долларом миллионера. И это никакого либо рода манипуляции, это не попытка что-то вам там продать. Это моя четкая уверенность, которая базируется на моих собственных знаниях и опыте, на знаниях и опыте моих клиентов, с которыми я вместе прошел на протяжении 15 лет, и на основании тех результатов, которые имеют люди, которые сейчас по этой системе работают. Даже если у вас есть 100 тысяч долларов, вы уже можете им стать. Итак, давайте, друзья, перейдем к основным концепциям, на котором базируется система, чтобы вы, в принципе, с этой системой дальше шли по жизни. Следующая, третья концепция – это реальная доходность. На картинке Джон Бугл – человек, который создал управляющую компанию Vanguard, который является одним из лидеров рынка коллективных инвестиций в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах. Он там целые опусы, эссе писал в Wall Street Journal по поводу того, сколько и как зарабатывает индустрия финансового консультирования и планирования в Америке, что такое активное управление, как это непосредственно работает, что нужно взять от него, какую концепцию нужно взять от него при формировании инвестиционных портфелей. Всегда понимайте, что есть номинальная доходность и есть реальная доходность. Очень много в презентационных материалах, маркетинговых, рекламных материалах информации про номинальную доходность. Номинальная доходность не учитывает инфляции, не учитывает издержек на управление, не учитывает налоги, которые необходимо оплатить. Итак, что нужно учитывать? Во-первых, нужно учитывать инфляцию в инвестиционном плане. Затраты на управление в России до 6%, ребят, до 6% денег, которые вы размещаете в индустрии доверительного управления, 6% от ваших активов каждый год отщипывается вне зависимости от результата. Ну и налоги. В России пока 13% на НДФЛ, хотя вроде даже хотят повысить для богатых 15% НДФЛ. Вопрос на засыпку. Номинальная доходность 24% годовых, инвестиционный капитал 1000 долларов. Сколько будет через 15 лет? 1000 долларов превратятся в 25000 долларов. В 25 раз, ребят, если всего лишь 24% годовых. Каждая 1000 долларов. Круто? Но если мы сделаем поправку на инфляцию, инфляция 8%, налоги 13%, то через 15 лет 9000. С поправкой на инфляцию, налог 1200, поставки 13% долларов. И реальная доходность 8000. Соответственно, когда вы формируете инвестиционный портфель, смотрите не только на номинальную доходность. Смотрите на реальную доходность. И когда формируете инвестиционный портфель, вы должны значительные усилия прилагать к снижению транзакционных издержек, к нивелированию инфляционной составляющей своих инвестиционных портфелей и, соответственно, оптимизировать налоги. Это тоже очень важное дело. Здесь некая такая поправочка. Чтобы вы вообще с открытым забралом шли в индустрию инвестирования, сравнительную таблицу затрат на управление капиталом при вознаграждении 1% от активов. То есть, если вы вкладываете за 15 лет 14500 долларов, и у вас доходность 10% годовых. Вознаграждение управляющей компании, которая составит 1%. То есть, в общей сложности вы заплатите 602 доллара вознаграждения, что составит 4% от вашего капитала. Через 25 лет при доходности 10% вы 37%. То есть, вы заплатите 25000 долларов вознаграждению управляющей компании при вложении собственных 68500 долларов. Но когда мы пойдем в уровень нашей цели, а мы смотрели, что у нас капитал формируется с доходности 20-25-30%. Посмотрите на эти ужасные цифры статистики. Через 15 лет, если у вас доходность вашего инвестиционного портфеля номинальная составит 20%, то через 15 лет вы отдадите 30% от своего внесенного капитала в качестве вознаграждения управляющей компании. За 25 лет – 137%. Да, ваши 68500 долларов превратятся в миллион шестьсот – это круто, вопросов нет номинальной доходности. Но при этом, внеся 68500, 93000 долларов вы заплатите только в вознаграждение. Как вам такая математика? В России вознаграждение может доходить до 6%. То есть, если 1% – это 30% от капитала, то есть, 1% при доходности 20% вы внесете 41000, ваш капитал будет 251000, 12000 долларов вы заплатите вознаграждение. Это 1%. А 6% – индустрия доверительного управления будет счастлива такому клиенту. Ну, ребят, хотите до конца, да, я вообще вам покажу, как вам эти сдержки, сократить сдержки на управление в 100 раз. Не в 2 раза, не в 3 раза, а в 100 раз. Я вам расскажу одну историю про принцип Паретта. Я думаю, кто его не слышал, вам будет это полезно. А потом объясню, для чего я это рассказываю. Потому что, как вы поняли, что ценности я даю больше, чем прошу за это. Итак, все слышали о принципе Паретта. 20% цены, 20% действий дают 80% результатов, 20% соседей создают 80% шума, 20% преступников совершают 80% преступлений. Принцип Паретта, он работает в принципе в каждой сфере, в каждой области нашей реальности. И мы, соответственно, я общался с одним интересным человеком, он является одним из партнеров проекта MaxCapital. У него есть обучающий курс. Бритва Паретта так и называется. Когда мы с ним общались, он говорит, знаешь, какие компании становятся звездными? Компании, которые могут сделать так, что за 20% цены, ну то есть снижают цену в 5 раз, при этом оставляют 80% ценности. То есть ты отказываешься от 20% каких-то вещей, тебе не нужных, но ты оставляешь 80% потребительской ценности, снизив цену в 5 раз. Принцип Макдональдса. Зачем Макдональдс идея братьев выстрелила? Над тем, что у них не было широкого меню, у них были гамбургеры, картошка, кока-кола, но за 30 секунд. Быстро. То есть они оставили 80% потребительской ценности из-за того, что они делали только гамбургеры, только колу, только картошку, они, соответственно, очень серьезно, таким образом получается, ограничили меню, оставили 80% ценности, но снизили цену в 5 раз и стали лидерами. Икеа – то же самое. То есть принцип дискаунтеров – это вот принцип Паретта, 80-20. А к принципу, да? Принцип Паретта – многие про него слышали, но никто не знает глубины этого принципа, да? То есть у Брайана Трейси, на самом деле, я учился, это есть у Дэна Кеннеди, соответственно, тоже есть книга «Жесткий тайм-менеджмент». Они разбирают принцип Паретта и говорят, вот смотрите, 20% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать 1 млн. рублей или долларов, позволяют вам заработать 800 тыс., ну, то есть 80%. Если вы примете принцип Паретта к принципу Паретта, ну, то есть в квадрате, то есть возьмете 20% в пятую часть от 20% действий, получите 4% действий, и возьмете 80% от 800 тыс., получите 640 тыс. То есть 4% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать 1 млн. рублей, приносит вам 640 тысяч. И принцип Паретта в кубе. 20% от 4% это 0,8%. 80% от 640 тысяч это 520 тысяч. То есть, менее 1% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать миллион, приносит вам 520 тысяч. Только вы не понимаете, что это за действие. И не осознаете, что это за действие. Но при этом, опять же, эта формула, она действует везде. Одному проценту населения принадлежит более 50% мировых богатств. И это работает везде. Почему я опять про это рассказываю? А потому что отсюда пришла вот эта вот звездность. В плане того, что я могу дать для клиентов. Что может Max Capital дать для клиентов. Когда я понял принцип звездности, когда компании оставляют 20% цены, оставив 80% ценности, я подумал, а что если взять и предложить людям, клиентам, цену снизить не в 5 раз на мои услуги, а в 100 раз. Но при этом честно и открыто на вебинаре сказать, ребят, вот если вы хотите полное мое сопровождение, полное сопровождение от меня с моим бэкграундом, с моими рекомендациями, то у вас должен быть капитал от 20 миллионов рублей. Вы должны быть готовы заплатить мне сразу вперед 1,5 миллиона рублей за мои услуги. И мое вознаграждение будет составлять 20%. То есть никаких менеджмент фи. Мое вознаграждение будет составлять 20% с чистой прибыли, превышающей доходной ставки рефинансирования Центрального банка. Что вы в этом случае получаете? Вы получаете, ну то есть вот эти 1,5 миллиона, вы просто платите вперед, это вознаграждение за успех. В лучших традициях Уоррена Баффета. Почитайте правила инвестирования Уоррена Баффета. Там как раз изложено, на каких принципах он брал в доверительном управлении первые 20 лет в Berkshire Headway, какие были условия вхождения частного инвестора в этот проект. Я делаю предложение, говорю. Но есть другой вариант. Я для своих детей делаю портфели со своими знаниями, бэкграундом, основной работой по консультированию. У вас, если совпадают вот эти вот 2 вещи, с одной стороны, у вас есть возможность инвестировать всего лишь по 100 долларов в месяц, 500 на Новый год и 1000 долларов. И вы действительно хотите на долгосрочном периоде, чтобы у вас был значительный капитал для ваших детей. В чем основная цель и задача финансового консультанта профессионального? Определить цели и задачи клиента в зависимости от его целей и задач, сформировать инвестиционный портфель. И по сути рекомендовать, ну рекомендовать дать инвестиционную, индивидуальную инвестиционную рекомендацию. То есть рекомендовать, что нужно сделать, какие активы нужно купить для того, чтобы достичь финансовых целей клиента. И это, если вам кажется, что это простая работа, это очень непростая работа. Когда я с принципом Паретто столкнулся, я сказал, а что если я сделаю следующее? Я приду и скажу клиенту, я не буду погружаться в вашу ситуацию. Я не буду заполнять анкету на 200 вопросов по вашему финансовому состоянию. Я не буду вам формировать индивидуальный инвестиционный план. Но вы согласитесь с тем, что у вас отзываются мои личные цели, которые я ставлю для своих детей. Капитал в миллион долларов. И я вам честно говорю, то есть фактически, если вы совпадаете со мной по целям, все, что вам нужно от любого консультанта, в какой момент времени, что нужно купить, на какую сумму. Все. И я готов вам это дать. И это не может стоить полтора миллиона. Это будет стоить в сто раз меньше. 15 тысяч рублей. Как вам такое предложение? 15 тысяч рублей в год. А теперь давайте еще немного про вознаграждение. И с чем вы столкнетесь в будущем. И вы должны быть к этому готовы. Как у нас устроена индустрия? Вы говорите, Максим, даже 15 тысяч много, меня это не устраивает, я этого делать не буду, я сделаю сам. У меня есть система, по этой системе я буду углубляться, изучать. Окей, ваше право. Вопрос, время. Сколько вы на это потратите время, сколько литературы вам нужно будет прочитать, чтобы это непосредственно реализовать. Время тоже деньги. Если вы готовы там погружаться в это, изучать это подробно, окей, ребят, ваше право. Я говорю, что если вы будете со мной это делать, вас потребуется 15 минут в месяц. По-хорошему 5. Второй момент. Если вы не хотите этого изучать, вы будете искать альтернативы, и вы в любом случае будете искать провайдера услуги. То есть кто вам окажет эту услугу, чтобы купить. Чтобы покупать самостоятельные акции, заниматься интеллектуальным управлением, соответственно, вы пойдете к брокеру и скажете, смотрите, у меня вот такая вот концепция, я хочу по 100 долларов в месяц направлять на инвестиции, 2700 долларов в год буду вкладывать. Я вам как человек, который работал в индустрии, человек, который сам был одним из лучших продавцов в тройке диалог, человек, который управлял продавцами в инвестиционной компании, могу сказать, что как только вы скажете инвестиционному консультанту, что вы будете вкладывать 2700 долларов в год, вы для него станете неинтересными. Вы для него станете интересными в одном плане. Выполнить план про открытие ИИС, индивидуальных инвестиционных счетов, потому что все брокеры сейчас это оставляют. Вам сразу же предложат открыть индивидуальный инвестиционный счет, в рамках индивидуального инвестиционного счета вам предложат покупку каких-либо пифов, паевых инвестиционных фондов или механики автоследования. Вознаграждение в паевых инвестиционных фондах и автоследования берется как процент от ваших активов. Для понимания, если вы будете торговать, то целевая норма доходности у брокеров от 3 до 4% клиентских денег должно остаться у брокера в год. Если мы говорим про управляющие компании, параметры, цифры соответствующие 3-4%. Что это значит? Это значит, что вас приходят, ставят на весы, взвешивают 80 килограмм. Вы говорите, наше вознаграждение будет 1% от 80 килограммов. Ваш капитал прирост, и капитал составляет не 80 килограммов, а прирост на 50% составляет 120 килограммов. Управляющая компания говорит, наше вознаграждение будет 1% от 120 килограммов. Они хорошо управляют, но получается, они берут вознаграждение, и вы это вознаграждение будете платить. Вы просто этого не будете видеть, но вы его будете платить. Ваш капитал просто на эту сумму прирастать не будет, вы его будете терять. Они берут как процент от тела всех ваших активов. За что беру я деньги в проекте, я делаю следующее. Я взвешиваю скелет и говорю, вот на какой размер скелета у вас происходит прирост. То есть деньги, которые вы инвестируете, я беру свои деньги один раз. Я беру 5 долларов за то, чтобы 100 долларов превратить в 2000. Все. При этом вы можете вкладывать не обязательно 100 долларов, вы можете кратно увеличивать, вы можете вкладывать по 200 долларов, по 300 долларов. И я на это не претендую. И я считаю, что это честно и справедливо, когда я беру один раз и больше никогда не возьму, какой бы прибыль ни была. Тем самым я снижаю затраты, и у нас честное джентльменское соглашение. Я не погружаюсь индивидуально в ваш вопрос, но при этом представьте себе, если бы у вас был такой же бэкграунд, такие же знания, как у меня, вы бы начали формировать инвестиционный портфель для своих детей. Что бы вы в этом случае купили для своих детей? Какой-то трэш или что-то классное? Я думаю, что-то классное, что-то хорошее. Давайте еще немножечко про вознаграждение. Что оно из себя представляет? 1%, каждый 1% вознаграждения, если вы инвестируете, ну, допустим, на 15 лет, по принципам, изложенные мною, да, то есть, 1000 долларов на день рождения, 500 долларов на Новый год, 100 долларов каждый месяц. Вы таким образом за 15 лет 41 500 долларов проинвестируете. За 15 лет при доходности ваших инвестиций 15% вы заплатите 8900 долларов в вознаграждение управляющей компании. За 5 лет 676 долларов. Если доходность будет 20%, 758, 25, 848. То есть, вот сейчас, как мы идем, доходность портфеля, да, находится в районе 30%. То есть, в этом случае получается, за 5 лет каждый 1% вознаграждения – это 1000 долларов. А теперь давайте я вам покажу истинную картинку вещей, что вы на самом деле можете получить. Сайт «InvestFounds», на котором представлены все управляющие компании, откройте, посмотрите, абсолютно открытая информация. Там в каждом по его инвестиционному фонде указано, какой размер вознаграждения. Вознаграждение управляющей компании – 3,2%, вознаграждение депозитария – 0,3%, прочие расходы – 0,5%. Итого – 4%. Что вы должны понимать? Когда вы придете к брокеру, вы не интересны брокеру с позиции, как клиент, вы не принесете ему много денег. Консультанту, которому вы в абсолюте принесете 4000 долларов за 5 лет – это очень размыто. Это хороший доход, но он вам должен продать этот маржинальный продукт. То есть, он вам или пив продаст, или структурную ноту, или какое-то автоследование. То есть, вы в любом случае 4000 долларов со своих 14,5 половины оставите. Говорю, как человек, который работал в этой индустрии. В нашем проекте за 15 лет вы отдадите 700 долларов. За 5 лет. Как вам такая математика? Хорошо, вы говорите. Не пойду. Все Максим рассказал. Пойду, найду консультанта, инвестиционного советника, который мне все это сделает и скажет, как сократить сдержки будут сидеть на минимальном тарифе у брокера какого-то. Ок. Для понимания, все финансовые советники, консультанты, которые сейчас в полулегальной плоскости перешли, независимые, и все это маскируется под некое такое псевдодоверительное управление, все равно от 0,5% до 2% от ваших активов каждый год будут брать. Меньше, наверное, чем управляющие компании. Но реализация-то все равно будет через брокера. И там не исключено, что вам еще накопительное страхование жизни продадут. Это вот, соответственно, от 0,5% до 2% берется вознаграждение от стоимости активов, которые есть под управлением. Самые такие лояльные, кто вызывает у меня уважение, это 1%. Здесь вот популярный очень инвестиционный консультант в России от 0,5% до 2%, но я не знаю ни одного клиента, который платит 0,5%. То есть в среднем 1,5% получается данный консультант берет за вознаграждение. Ок. Если не консультант, создав свой личный финансовый план. Вы должны понимать, что создание личного финансового плана у хороших экспертов, которые работают хотя бы 10 лет, не ребята, которые были плохими продавцами в инвестиционной компании или банке и начали сейчас продавать составление личных финансовых планов, а люди с бэкграундами, с двумя-тремя квалификационными аттестатами, с соответствующим образованием, с подтверждением результатов работы по собственным портфелям. То есть такие люди, они соответственно берут составление личного финансового плана 150 тысяч рублей за первый год. И за последующее сопровождение от 50 тысяч рублей. То есть я вам показываю, что в любом случае то, что делает Max Capital, ведет его, наверное, в путь звездных компаний. Но опять-таки здесь, ребята, не высокомерие, то есть здесь честный, откровенный диалог, в котором у нас идет прямо сейчас с вами, если вы поняли, идет джентльменское соглашение, что я честно говорю, что я вам буду раскрывать информацию, куда я собираюсь каждый месяц вложить свои очередные 100 долларов. Даю вам возможность сначала купить, чтобы не быть обвиненным в манипулировании на рынке ценных бумаг. Я вам честно говорю, я не погружаюсь в ваши вопросы, но если мы с вами сходимся по целям, задачам, срокам, планам и возможностям, welcome, я вас приглашаю. Если отзываются цели, если у вас есть возможность инвестировать 2700 долларов, просто проходите по ссылке, оставляйте заявку, цены у нас не меняются, никаких сроков, дедлайнов, ничего нету, цены как бы всегда фиксированы, можете присоединиться. Просто практика показывает, что 70% людей, оплативших пакет осторожный, на следующий платеж трехмесячный становятся инвесторами или трастами. КОНЕЦ